В Брянской области второй день подряд в результате подрыва с рельсов сходит товарный поезд. Украина завершает подготовку планов контрнаступления. После обмена ударами минувшей ночью и угрозой эскалации конфликта между Израилем и палестинскими фракциями достигнуто соглашение о прекращении огня. После тщательной проверки Международная Федерация Дзюдо не допустила до чемпионата мира в Дохе восьмерых членов делегаций из России. В Брянской области второй день подряд в результате подрыва железнодорожных путей с рельсов сходит грузовой поезд, а пострадавших не сообщалось. Как заявили в РЖД, сход 20 и 70 вагонов товарного состава произошел из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта. При граничном с Украиной регионе совершено уже несколько предполагаемых актов саботажа, в которых российские власти обвиняют проукраинских активистов. Напряженность в этом районе нарастает, поскольку Украина завершает подготовку планов контрнаступления против российских войск. Украинские военные обещают не сдавать восточный город Бахмут, где уже больше полугода идут ожесточенные бои. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска ведут активные действия по всей линии фронта. Он также отметил, что вооруженные силы в этом году уже получили достаточно боеприпасов для нанесения, цитата, «эффективного огневого поражения противнику». При этом министр призвал в кратчайшие сроки удвоить объемы производства высокоточного оружия. Тем временем Кремль о проверке оценки США, согласно которым российские военные потеряли 100 тысяч человек за последние пять месяцев, включая 20 тысяч погибшими. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти цифры были, цитата, «взяты с потолка». Во вторник вечером израильская армия обороны Цахал нанесла удары по целям в Газе в ответ на ракетные обстрелы прибрежных районов. Накануне в израильской тюрьме умер в результате продолжительной голодовки один из членов группировки «Палестинский исламский джихад». Его смерть вызвала шквал ракетных обстрелов из сектора Газа, минувшей ночью. Утром 3 мая телеканал «Аль-Джазира» сообщил о том, что между Израилем и палестинскими фракциями было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое уже вступило в силу. По сообщению Цахал, ответный удар с воздуха был нанесен по центрам активности «Хамас». От ночного обстрела с палестинской стороны пострадали кварталы в приграничном городе Сдерут. Палестинцы обвиняют израильтян в преднамеренном убийстве Хадера Аднана в результате неоказания ему медицинской помощи в заключении. Аднан считался одним из лидеров группировки «Палестинский исламский джихад» и был обвинен в совершении актов терроризма. Израильская сторона утверждает, что в тюрьме, объявив голодовку, он отказался от медицинской помощи. Ответственность за судьбу палестинских заключенных, многие из которых известны своим радикализмом, их семьи и политики сектора Газа возлагают на Израиль. По имеющимся данным, сегодня в израильских тюрьмах содержится немногим менее 5000 палестинцев. Минувший выходной Международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях мирового уровня под нейтральным статусом. Реакция сборной Украины была молниеносной и ожидаемой. Бойкот грядущего чемпионата мира в Дохе. Во вторник федерация объявила, что после тщательной проверки отказала в доступе к турниру восьми членам делегации из России. До этого понимали, что может такая ситуация быть, но ждали, что все-таки здоровый глузд в Международной федерации победит. Но вышло не так. 28 числа, квитня, в последний день регистрации, буквально за 7-8 часов до конца регистрации, на сайте Международной федерации вышел такой меседж, что IGF допускает спортсменов из России и Белоруссии до всех своих соревнований в нейтральном статусе, так называемые индивидуальные нейтральные атлеты. Ранее в Международной федерации дзюдо заявили, что независимый орган будет проверять биографические данные и следить за аккаунтами спортсменов в социальных сетях. Любой, кто будет уличен в поддержке вторжения России в Украину, будет исключен из списка участников. Украинские журналисты активно обсуждают новый закон о СМИ. Документ действует уже месяц. Он расширил полномочия национального регулятора, под контроль которого попадут не только традиционные медиа, но и, например, YouTube-каналы и вообще любые медиаплатформы. Регулятор может в некоторых случаях заблокировать онлайн-публикации без решения суда. Закон называют частью евроинтеграционного пакета списка изменений в законодательстве, необходимых для Украины, как для кандидатов членов Евросоюза. В связи с Канцелем Европы, мы предложили рекомендации к законодательству драма для этого способа. Украинские журналисты украинские журналисты украинские журналисты взаимодействовали. Основанно, в том, чтобы избежать от регулятора медиа, и мы получаем этот прогресс. Независимые журналистские профсоюзы выражают серьезную беспокойность. По их мнению, евроинтеграция может оказаться лишь предлогом для усиления контроля над СМИ. Тут была певна хитрість, певні таки маніпуляции. Первая маніпуляция была проголошена, что этот закон очень нужен нам для евроинтеграции, для вступа в Европейский Союз. Маніпуляция была та, что до разработки законов запросили эксперт Неколо с числа медиафеховцев. Я еще раз скажу, не с числа професійної спільноти широкой. Міжнародні організації, тем не мене, приветствують изменения в українському законодательстві, называя їх позитивними, пусть і не всеоб'ємлющими. Один із самых спорних вопросів – регистрація онлайн-платформ как СМИ. После бурных дебатов ее решили не делать обязательной. В рамках борьбы с изменением климата требуется установить срок для постепенного отказа от ископаемого топлива. Це один із головних тезисів на Міжнародній конференції по климату, которая проходит в Берлині с 1 по 3 мая. Только солідарність і усілия як розвитих, так і розвиваючихся країн позволят достати желаємого сокращення парникових газів, – считає глава немецкого МИДА Анна-Лена Бербок. Климаконференція в Берлині стала ключевым шагом на пути к климатическому самміту в Дубаї, в 2028 году. По мнению генсека Антонио Гутерреша, еще о многом предстоит договориться. Климатические активисты обеспокоены тем, что некоторые страны поддерживают идею сокращения углеродных выбросов как средство продолжения или расширения добычи нефти и газа. Власти взяли на себя обязательства ограничить глобальное потепление на полтора градуса, но времени остается все меньше. Более 11 тысяч голливудских сценаристов кино и телевидения вышли на свою первую за 15 лет забастовку. Решение было принято после безрезультатных шестинедельных переговоров о заключении новых соглашений и повышении зарплат с такими компаниями, как Netflix, Amazon и Walt Disney. Забастовка уже привела к приостановке выхода новых выпусков большинства популярных вечерних развлекательных телепередач в США. Среди них ночной шоу с Джимми Феллоном и Джимми Кэмелл в прямом эфире. Помимо этого, серьезные задержки грозят уже находящимся в производстве телесериалам и фильмам. The writers have been making less money and less money on what traditionally has been a long Hollywood tradition, which is called residuals, where you get a check that comes to you every single time your show airs. So if Netflix is running your show, you know, if people are streaming your show a million times on Netflix, you aren't necessarily getting compensated in the way you would have back in the good old days of the 1990s broadcast television. And so those checks have gotten smaller and smaller. Большинству сценаристов, работающих в сфере развлечений, становится все труднее зарабатывать на жизни, особенно с ростом ее стоимости в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Кроме приостановки производства для фабрики грез, возможны и другие последствия. Предыдущая забастовка сценаристов привела к появлению большого количества импровизированных телешоу, таких как «Семья Кардашьян» и «Ученик знаменитости» с Дональдом Трампом. В Великобритании начался обратный отсчет времени до коронации Карла Третьего. За неделю до знаменательного дня поклонники королевской семьи уже начали разбивать палатки по краям дороги к Букингемскому дворцу. Ожидается, что чтобы увидеть первую в 21 веке британскую коронацию, в Лондон приедут сотни тысяч людей со всего мира. Главное открытие для публичного центра – в облике мероприятия в рамках коронации – проход королевской процессии по центру Лондона. Она выйдет из Букингемского дворца и дойдет до Вестминстерского аббатства. США направляют дополнительно полторы тысячи военнослужащих на границу с Мексикой ввиду предполагаемого наплыва нелегальных мигрантов. Специальные ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, которые давали властям США автоматическое право высылать нелегалов, заканчиваются в конце мая. Джо Байден, которого некоторые демократы критикуют за усиление охраны границы, настаивает на том, что войска необходимы для помощи в перевозке людей, обнаружении наркотиков и охране приграничных складов. Военные не будут участвовать в охране правопорядка. Продолжение следует...